Сразу три заявления о телесных повреждениях на минувшей неделе поступило в полицию. В основном причиной был бытовой конфликт. В первом случае женщину ударил в бедро ножом сожитель. Также телесные повреждения между сожителями были зарегистрированы 1 апреля в 17.40 от гражданки П. По месту жительства сожитель, гражданин Т, причинил телесные повреждения. Серьезных телесных повреждений в этом случае нет, незначительные ушибы, синяки. Еще один конфликт произошел на улице Солнечной между двумя сверстниками. В ходе ссоры один из них ударил автомобиль второго несколько раз кулаком. Автомобиль правильно был припаркован, без всяких нарушений. Причины здесь личные взаимоотношения. Продолжают соровчане попадаться и на уловки мошенников. Злоумышленники работают по старой схеме, звонят потерпевшим и представляются сотрудниками банка, после чего обманным путем узнают коды карточки и похищают с них денежные средства. Таким образом, соровчанин лишился 24 тысячи рублей. Сообщили, что с его кредитной карты проходит списание денежных средств в счет оплаты товаров с онлайн-магазина. Для того, чтобы отменить данную операцию, необходимо использование его биометрических данных, то есть его голоса, который он записывал в банке. Мошенники просили его несколько раз сказать, для того, чтобы ноты голоса, то есть биометрические характеристики совпали в нескольких параметрах. На дорогах за минувшую неделю произошло 4 ДТП с материальным ущербом. В двух пострадали люди. Одна авария случилась на дороге 203 в сторону 4-го КП. Водитель автомобиля «Хиндай Акцент» не справился с управлением. Выехал на встречную полосу, где столкнулся с БМВ. В результате водитель «Хиндай» скончался на месте. Водитель второй машины получил телесные повреждения в виде ушибов, конечностей. После осмотра врачами был отпущен домой. Кто виноват, будет определять следственный отдел по результатам проведенной проверки. В настоящее время материал находится в следственном отделе нашего управления. Вторая авария произошла на улице Зернова. Водитель 50-го года рождения, управляя автомобилем «Хиндай Туксон», потерял контроль над управлением и наехал на ступеньке крыльца здания. В результате ДТП водителя доставили в приемный покой. Позже он скончался в реанимации.